Как известно, марка Lada обновила семейство Largus. Притом модернизация затронула не только внешность и салон, но и базовый восьмиклапанный двигатель. Он стал немного мощнее и моментнее. А главное, 80% тяги теперь доступны всего при тысяче оборотов. Всего инженеры внедрили больше 20 новых деталей. Так к агрегату приладили облегченные клапаны и валы, коленчатый и распределительный. Вдобавок под замену отправились поршни, шатуны и даже ремень ГРМ. А еще двигателисты перекроили головку блока цилиндров, улучшив систему вентиляции. Вслед за Largus'ом новинку примерит Гранта. Обе модели станут немного быстрее и экономичнее. А в плане сервиса дополнительным бонусом станут неубегающие клапанные зазоры. Их регулировка потребуется лишь через 90 тысяч пробега. Следующая новость пришла из Нижнего Новгорода. Марка ГАЗ доработала базовую версию «Газели Некст». Главным новшеством стало внедрение современного заднего моста типа «Спайсер», с которым по умолчанию идут дисковые тормоза вместо барабанных. Сам мост подвешен через оригинальный пакет «Рессор», а закрывает список улучшений антиблокировочная система тормозов, наконец, ставшая базовым оборудованием. Логично предположить, что нижегородской полуторке придется стать дороже. Между тем, до конца года должна дебютировать «Газель НН», то есть свежая версия «Некста». Сейчас на заводе полным ходом идут соответствующие приготовления. А саму машину в серийном варианте мы впервые увидим на осенней выставке «Комтранс». Завод «Автотор» продолжает расширять гамму выпускаемых автомобилей. Теперь на калининградском конвейере прописался минивэн «Киа Карнивал», продажи которого должны стартовать во втором квартале. Модель делают крупноузловым способом по технологии «СКД». Проще говоря, на берег Балтики приходят полностью комплектные кузова, силовые агрегаты и узлы шасси, которые здесь собираются воедино. Напомним, что «Киа» позиционирует новый «Карнивал» как большой утилитарный автомобиль, то есть нечто среднее между кроссовером и минивэном. Оценить прелести необычного формата россияне смогут, заплатив 2 миллиона 600 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова